В Балканском маршруте для приезжих, которые морем попадают в Грецию, а затем в страны Западной Европы. Из-за ограничений на границе скопилось более 7 тысяч человек, и они начали штурм. Стражи порядка ответили шумовыми гранатами и слезоточивым газом. Против действий Македонии выступили беженцы, которые недавно добрались до Греции. Митинг прошел в порту Афин. Происшествие с Тараном – результат двойных стандартов, которые Брюссель продемонстрировал, пообещав принять едва ли не всех желающих переселенцев с Ближнего Востока. Но на деле двери открыл далеко не всем. Теперь Европе стоит ожидать только усиления напряженности. Неспокойно и тем беженцам, кто добрался до Западной Европы. Полиция применила слезоточивый газ против мигрантов в Кале. Переселенцы не хотят, чтобы власти сносили их жилье. Они атаковали рабочих, которые демонтируют их палатки. Досталось и журналистам в прямом эфире. На них обрушился град камней. Людей уводили из лагеря, когда несколько камней прилетели в рабочих. И мы тоже срочно уходим отсюда. В нас летят камни прямо сейчас. Их бросают в нашу группу. Наш коллега не пострадал. Уточню, что на этой территории жили тысячи нелегальных мигрантов. В понедельник власти Франции решились лагерь в Кале снести. Подогнали бульдозеры и тракторы в сопровождении полиции. И правоохранители взяли с собой еще и водомет. До этого дня мигрантов несколько раз предупреждали о сносе лагеря. Но многие беженцы уезжать отказались. Кале находится ближе всего к евротуннелю под Ла-Маншем. Соответственно, оттуда проще сбежать в Великобританию. Но на этот раз всех, кто останется, пообещали вывести силой и разместить в других центрах для мигрантов.